Олег Амсасович, я знаю давно, не комплимент, а фактура. Это достойные люди. С хорошей биографией, с хорошим образованием, с отличными человеческими качествами. Я на этом остановлюсь, чтобы вы не сказали, что я произношу тост. Но на мой взгляд, это три пункта, без которых не может существовать руководитель тем более высокого рамка. И, конечно же, при таком ответственном ходе, который я сделал, я думаю, я в своей ответственности за, вот докладываю вам, говорю, что я ответственно поручаюсь за двух кандидатов, которые баллотируются на высокие государственные должности. И не сомневаюсь в том, что избрав их, вы и другие избиратели не будут об этом жалеть. Наши граждане давно заслужили лучшей жизни. Несомненно. И я предлагаю в этом не искать виновных. Потому что эти поиски обычно приводят к потере времени и к тупиковому результату. Надо выдвигать на руководящей должности людей, которые не будут допускать серьезных ошибок. Надо выдвигать на руководящей должности людей, которые понимают чаяние граждан страны, которые могут и хотят быть близкими людям. Не будут сторониться, не будут огораживаться охраной, кабинетами, автомобилями, черствостью, отсутствием элементарной душевности человеческой. Чиновники такого негативного склада даже один может испортить авторитет целой когорты людей, обладающих властными полномочиями. И в этом смысле ваши претензии абсолютно обоснованы. Подобного рода претензии очень трудно парировать. Надо с ними соглашаться и срочно делать необходимые выводы. Но вместе с тем, надо иметь в виду, как бы нам ни говорили, да у вас война давно прошла. Что вы все время войну вспоминаете? Великому сожалению, нам война, я употреблю такое слово, не ругайте меня, будет аукаться еще очень много лет. Экономический ущерб, нанесенный войной, маленькой, крошечной Абхазии, равен чуть более 15 миллиардов долларов. Война фактически разрушила страну. Она разрушила жизни тысяч людей, души тысяч людей. Она сорвала нашу демографическую цепь устойчивую. И мы это обязательно, к сожалению, увидим в ближайшее время. Это и сейчас видно. Но вы имеете право даже в этих условиях критически оценивать деятельность руководителя любого рану. Потому что вы хотите жить хорошо сегодня, а не послезавтра, следуя обещаниям, которые мы часто раздаем. Вы хотите, чтобы будущее ваших родителей было лучшим, чем, возможно, мы живем сейчас. Так было всегда. Старшие поколения всегда думали об этом. Говорили языке. Актуальнейшая проблема. Вообще чудо, что абхазы не потеряли свой язык в ходе колоссальных исторических потрясений, через которые прошел наш народ. Вообще чудо, что мы демографически пока, я объясню, почему я сказал пока, сохранились. Мы очень малочисленны. Исчезли люди, которые представляли народы, составлявшие миллионы, их нет. И не говоря уже там о сотнях тысячах, мы можем обратиться в памяти наших сородичей убыхов. Вот как сохранить это, как сохранить народ, как сохранить нацию? Это не мои выводы. Это выводы специалистов ООН. Нация, которая подойдет к черте рождаемости 1,3, она обречена. Даже 1,3 и 1,8. И она сможет восстановиться, если произойдет чудо, через 80-100 лет. Это доказано давно. Поэтому мы должны думать, как быть, как сохранить язык, как правильно и серьезно заниматься демографическими проблемами. Сельское хозяйство. Сколько не говори халва, во рту слаще не будет. Это так. Если государство не будет срочно изыскивать свободные деньги для вливания в сельскую жизнь, у нас село будет еще хуже, чем сегодня. Где нам взять деньги, которые нужны новому Афону? Конечно же, нужны очистные сооружения. Какой курорт без экологии? Смешно. Но какой курорт без воды? Вот Феликс знает, Тарасович, как мы занимались водой. Мы восстановили старый монастырский водовод. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы Афон имел неограниченный дебет воды. Мы восстановили бассейн, который у монастыря. И хотели восстановить сколько еще, Феликс? Три бассейна? Четыре бассейна. Для чего? Для того, чтобы Афон имел воду на перспективу. Надо было поменять коммуникации. И никаких проблем с водой у Афона не будет в ближайшие сто лет. Вот это и есть такой точечный подход к проблеме. А у нас нет очистных сооружений. Под Сухумом одно, которое тогда мы успели построить. Для таких, для Сухума еще четыре надо. В Пицунде надо два. В Гагра надо минимум три. В Афоне у вас должно быть это. Чтобы вся грязь туда приходила, а выходила чистая вода. В монастыре были очистные сооружения. Мы когда вскрыли, у меня есть фотографии. Уникальные, простые, до примитивности, но очистные сооружения. Вот сюда, в озеро, сваливалась практически очищенная грязь. Вот сюда. Они тогда думали, когда начинали строительство монастыря. Это был 1875 год. А у нас этого сейчас нет. И мы молимся на Господа Бога, чтобы, не дай Бог, кто-то не отравился, чтобы не было массового отравления. Правда? Правда. Говорили о специалистах. Уезжают, завершают. Есть такое, завершая учебу, остаются там в России. Есть. Совершенно верно. Нам нужны технари. Нам нужны железнодорожники, летчики, инженеры, ну и так далее по списку. Нам и медики нужны высокой квалификации. Наша статистика показывает в среднем в Абхазии сегодня около 700 врачей разных профилей. Есть там дефицит узких специальностей. Около тысячи медсестер разного уровня. А вы мне задайте вопрос, а сколько надо? Я вам отвечу. И это доказано научно. У нас лежат разработки. Нам надо еще как минимум 300 врачей. 300. И как минимум еще 500 медсестер. Разного уровня. Нам нужны другие поликлиники. У нас были планы. Филик Стараж знает по Афонской больнице. Но я уверен, они сбудутся. Это сделано будет не этой командой, а другой командой обязательно. Потому что это здоровье нации. Это здоровье людей. Это здоровье отдыхающих. И как быть? Я могу продолжать перечень подобного рода актуальных вопросов абхазской действительности еще долго. И вы это можете сделать тоже без меня. Но задается вопрос, где взять деньги? Забегая вперед, скажу. Мандарины не дадут и таких денег. Чай тоже не даст. Вино, которое возрождается. Тоже не даст. Шафты не работают. Хотя есть новые технологии. Их можно возродить. Были предложения немцев. Олег Висасович в курсе. Олег Дуриевич в курсе. Были предложения индусов. Хорошие предложения. Очень эффективные. Надо искать то, что даст быстрый доход. И постоянный доход. Не сердитесь, кто в курортной сфере. Курорты сегодня не дадут такой доход. Потому что процесс вымывания денег, о котором говорил Олег Дуриевич и говорил Мурат. Он забирает огромную часть вашей перспективной прибыли. Потому что наша продовольственная корзина тут почти под 90% чужая. Привозная. С разных сторон. Откуда официально, откуда нелегально. Буду говорить только цифрами. В доказательство того, что ничего невозможно реанимировать благими пожеланиями. Ничего. Нельзя жить под кредиты в 26-36%. Нельзя. Невозможно. Для того, чтобы такие кредиты отрабатывать, надо заниматься работорговлей. Торговать оружием, наркотиками. Понимаете? То есть, таких сверхприбыли не бывает, чтобы отработать кредит в 46%. Это государство должно вам давать дешевый кредит, чтобы вы не беспокоили за будущее своей семьи. Можно сделать, когда государство будет зарабатывать такие деньги. Если вы здесь сидящие, практики, я готов, докажите, что есть другие ресурсы. Фантазии должны быть исключены. Обманывать людей нельзя. Команда, которая сегодня перед вами, она мыслит этими категориями. Вот девушка задавала вопрос, будет жилье или нет. Я только знаю, на сегодняшний день, может цифра устарела, в городе Сухун. На учете стояло и стоит сегодня, больше уже, около 300 семей погибших, которым нужно было выделять жилье. 300! Конечно, нам это надо сегодня, но мы это не можем сделать, не имея деньги свободные. Поэтому молодожены в плохих условиях, поэтому инвалиды в плохих условиях. Поэтому многодетные семьи, у которых 5, 6, 7, 9, 10, 13 детей, я недавно разговаривал с женщиной. Что ей делать? Молодая мама, в 27 лет, у нее семеро детей. Вчера была у меня на приеме. Шесть из них должны пойти в школу. Покажите мне того героя, который сегодня скажет, что она может найти эти деньги. Это государство должно делать. Вот это тяжелая правда. Анклаба можно ругать сколько угодно. Я согласен. Если кто-то сделает лучше, ругайте Анклаба, что ты подписал негодный договор, что ты принес вред стране, что это ты делал для себя. Я хочу найти того идиота, сумасшедшего человека, который пришел бы к руководству Роснефти и сказал бы им, я хочу быть вдоль в этом бизнесе. Вы Анклаба шизофреником представляете? Не было бы российских денег, не было бы этой школы. Не было бы Абхазского театра в этом виде, не было бы российских денег. Не было бы русского театра в этом виде. Достаточное количество детских садов, которые мы сделали на российские деньги. Частичный ремонт собора на Афонского монастыря. Это тоже российские деньги. Мы фактически спасли собор. И наши российские коллеги сразу восприняли как правильную задачу. Мы 14 куполов поменяли. Мы привели в порядок всю систему водоотвода в монастыре. Проведена огромная и важная работа. И это на российские деньги. Но нам уже пора делать подобные проекты на свои, на абхазские деньги. Нам давно пора здесь иметь свой небольшой нефтеперерабатывающий завод. Чтобы выпускать свое дизельное топливо. И это было обговорено. И многое другое. Не сказать вам подобное я не мог. И еще есть что сказать. Очень многое. То, что вы знаете, о чем догадываетесь. Важно знать информацию. Чтобы не заблуждаться. Чтобы не делать подпорки распространителям сплетеней слухов. И многому другому, что мешает нам нормально жить. Благодарю вас, уважаемые Афонсы, жители села Псырдска. Я хочу вас просить. Это ваше право за кого голосовать. Но мое отношение к нашим кандидатам вы услышали. И 25 августа, придя к урне, возможно, вы сделаете выбор в их пользу. И тому даром. Спасибо.